Почти 20 лет художник Александр Симаков писал картину про дотряд в Чувашии, посвященную революции 1917 года. Она заняла центральное место в его персональной выставке «Художник Симаков и дети». На этой выставке можно было увидеть и картины летописи строительства Чебоксарского тракторного завода. Оценить творчество живописца выехала наша съемочная группа. Я люблю детей. Я всю жизнь с ними занимаюсь. Мне нравится, и тем более нравится, когда дети одаренные, музыканты или вообще изобразительным искусством. Я просто боготворю. Они мне дают вдохновение, они мне дают всевозможные направления в творчестве. Я просто наслаждаюсь, когда общаюсь с детьми. Александр Симаков – член Союза художников России, живописец, работающий в классическом жанре. Его произведения можно увидеть в музеях Чувашии, в Третьяковской галерее и частных коллекциях Италии, Германии, Болгарии, Англии, США и Китая. Выставку «Художник Симаков и дети» в Чебоксарах организовали в честь его 75-летия. Всего здесь представлено 100 работ. В экспозицию вошли и конкурс на рисунки детей. Мы решили вот эту тему совместить наши предки и преемственность поколений, то, что проходит выставка нашего члена, нашего партнерства, нашего близкого друга Александра Симакова, художника, который являлся членом жюри, председателем жюри нашего конкурса. И так мы совместили его персональную выставку и выставку детских рисунков. Тоже очень символично, что детские рисунки перекликаются с творчеством маститого мастера. Одна из последних работ художника – картина «Подотряд в Чувашии», отображающая события революции 1917 года. Люди и действия на картине реальные. Изображено село Комсомольское 1918 года и знакомые из жизни художника. Пожилой солдат, это вот молодой солдат, выступающий там, как бы командир, что ли, у них. В революции выступали все и старый млад тогда. Нерожденный и на Чувашской земле художник часто обращается к истории чувашского народа. Сейчас он работает над серией картин «Течет река Волга». Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.